В истории Наруто было много героев, которые прославились на весь мир Шиноби за свои героические поступки. Однако были и злодеи, чьи имена прославились своими сильными способностями, своей жестокостью и неотолимой жаждой всё разрушать. И в этом видео мы поговорим о топе 12 самых могущественных злодеев Наруто. И начинается топ с Какузу. Большинство членов Акацуки либо невменяемы, либо безумны из-за власти. Но многие из них всё равно хотели бы избежать партнёрства с Какузу. Этот член Акацуки печально известен в своей группе тем, что убил четырёх своих товарищей по команде, а затем поглотил их сердца, чтобы продлевать свою силу. Тот, кто неуравновешенен и склонен к бессмысленным убийствам – одно из основных определений зла. Какузу не заботится о человеческой жизни и легко злится, что делает его больше похожим на бешеную собаку без сдержанности и самообладания. Хидан На первый взгляд Хидан кажется одним из наиболее собранных и разумных членов Акацуки. Он даже утверждал, что был религиозным. Тем не менее, он настоящий лицемер, и у него один из самых непристойных словарей из всех Акацуки. Также он регулярно оскорбляет своих сверстников и жалуется на них. Что касается того, насколько он злой, то Хидан похож на Какузу, который стремится стать пионером бессмертия. Он даже активно ищет злые места, которые, по его мнению, могут помочь в достижении его личных целей. У него также нет моральных ограничений, и он может легко убить любого гражданина, если это поможет его ритуалам. Нагата Нагата пережил столько боли в своей жизни, что назвал себя Пейн. Он хотел добиться своей цели любым путем, даже если придется убить самых дорогих ему людей. Нагата не убивал людей напрасно, но если они вставали у него на пути, он их убивал, не жалея об этом. Таким образом, он убил своего учителя и разрушил Каноху, безжалостно убивая всех Шиноби. Но Нагата находится в начале топа неспроста, ибо он переосмыслил свои поступки и вернулся к жизни, правда Жирай это не очень помогло. Арачимар Ужасающий, манипулирующий и невероятно умный Арачимару был, вероятно, самым каноничным злодеем в раннем сезоне Наруто. Арачимару выполнял различные эксперименты на своих заключенных, некоторые из которых были его товарищами Шиноби из Канохи, которых он похитил. Он использовал их в качестве людских подопытных кроликов, разрабатывая техники, которые даруют ему бессмертие. Арачимару надеялся приобрести настоящее бессмертие, дабы никогда не умереть и достичь своей вторичной цели, узнать каждую технику ниндзя в мире, ради чего забирал много жизней. Рано ушедший из деревни в поисках силы, Саски Учиха был просто поглощен чувством собственной мести. Он ушел в поисках силы и стал учеником одного из самого жестокого человека Арачимару. Саски был очень талантливым Шиноби, но его частая жестокость в отношении его друзей затмевала это. При более раннем тайном разговоре с Тоби, Саски признал, что хочет убить не только старейшей, но и всех жителей Канохи. Он объясняет, что горе от потери Итачи и само существование всех, кто не знал о том, как Итачи пожертвовал своей жизнью ради мира, лишило его возможности идти по стопам Итачи. И он чувствовал, что жители деревни столь же виновны, из-за чего вознамерился убить их. Этим самым он даже после победы над Кагой попытался воплотить свои злые умыслы. И хотел нанести смертельный удар единственному лучшему другу. Жизнь Обита стала совсем другой после смерти Ринн. Он согласился выполнить план Мадары в жизнь, чего в здравом уме никогда бы не сделал. Обита стал бессердечным и ему хотелось только встретиться с Ринн снова, даже если это повлечет полное уничтожение всего мира и смерть его друзей. Я бы поставил его на шестое место, но им всю жизнь манипулировал и командовал Мадара. Мадара Учиха Мадара Учиха – шиноби с очень интересной историей. Когда он пробудил Риннган, то смог прочесть на камне Учих текст про вечное Цукуйоми. Вскоре он загорелся желанием воплотить план Глаз Луны в реальность. В итоге Мадара хотел предотвратить войны, но этим самым развязал самую кровопролитную войну, из-за которой погибло колоссальное количество шиноби. Но им тоже манипулировали и врали всю жизнь. Черный Зессу хотел возродить свою мать, поэтому пользовался Мадарой, так же как он пользовался Обита. Кагуя Уцуки Потеряя веру в человечество, но все равно желая мира, Кагуя решила, что ей необходимо обрести богоподобные силы, чтобы положить конец всем человеческим конфликтам. Поэтому, вопреки желанию своего клана, позже собрать урожай земли и ее божественное дерево, она нарушила запрет и съела плод сама. Используя новобретенную силу, Кагуя собственноручно пресекла все войны и взяла под свой контроль все народы. Кагуя правила странами единолично и часто прибегала к насилию, из-за чего ее до Дюсу и Дюсу внушали людям страх, трепет и поклонение. В какой-то момент вместо богини-кролика она стала известна как демон. Затем Кагуя владела яростное желание обладать всей чакрой земли, которая в конце концов обратилась против ее же сыновей. Зэцу Черный Зэцу был создан Кагуя Уцуки незадолго до запечатывания Десятихвостого ее сыновьями Хагорома Уцуки и Хамуры Уцуки. Когда Хагорома позже назвал своего младшего сына Асуру Уцуки новым лидером Нишу, то Черный Зэцу искусил его старшего сына Индру Уцуки, чтобы тот пошел войной на своего младшего брата. Что и навлекло эпоху кровопролитных войн, множество смертей и все ради достижения своей цели. Он нанес непоправимый бред истории, например, то, как переписал скрижель Хагорома, где написал, что бесконечный Цукуйоми спасет Учи их. Дипа Дипа убивает людей без малейшего колебания, и из-за своей бесчеловечности и жестокости другие его не понимают. Садист по натуре Дипа относится к своим целям, как к добыче на охоте, глядя с них с высока. Он наслаждается страхом и болью, которую он причиняет другим людям, даже играя с ними, давая им ложную надежду лишь для того, чтобы закончить свое представление и впоследствии насладиться выражениями замешательства и страха на лице своего противника. Ишики Уцуки Ишики был целеустремленным, прагматичным и безжалостным. Как и остальным членам клана, ему были чужды чужие жизни, стараясь выжить и добиться своих целей любой ценой, не заботясь о том, сколько невинных людей могут умереть ради этого. Что было показано, когда Ишики разрушил разум Джигена и полностью завладел его мозгом и телом. Даже когда Ишики разрушил тело Джигена, его не волновало, какой ущерб наносит его подавляющая сила, телу монаха, высмеивая его слезы боли и объявляя его бесполезным и неисправным сосудом. Как и другие Уцуки, он открыто называл себя высшим существом, с высоко глядя на тех, кто, по его мнению, был неравен ему. В битве он неоднократно оскорблял и издевался над своими врагами, и наслаждался выражением страха на лицах врагов перед своей силой. Он также показан довольно тщеславным, храня в карманном измерении различные безделушки, включая одежду и бокалы с вином. В аниме он находил забавных таких людей, как Дипа, и говорил, что он заставлял его порой смеяться. Но похоже, что он не выражает такие эмоции особенно открыто, ведь Амада казалась, что Ишики совсем не способен улыбаться. Торговец с масками Продавец масок – это, вероятнее всего, самое мерзкое существо в истории Наруто, потому что он не только не сочувствовал ребенку-сироте, но также имел наглость назвать его крысой и ударил его в одной из масок, публично унизив Наруто перед десятками людей. И из-за этого он получает приз за самого величайшего злодея. И, друзья, пишите свой топ злых персонажей в комментариях. И всем до скорого, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok